итак друзья всем привет сегодня в городе макалкио это примерно полчаса езды от того места где я живу и здесь была переустановка унитазов вот как видите на фото и 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 перед продажей они вызвали инспектора так всегда делается он указывает на все недостатки в доме чтобы они были устранены потому что тот кто будет покупать дом он тоже вызовет инспектора и дабы тот второй инспектор от покупателей не нашел много всяких проблем в доме их желательно устранить своими силами до того как дом еще не на маркете не на рынке по недвижимости и вот поэтому нанимается инспектор перед продажный который проходит по всему дому и находит все недостатки и вот таких два недостатка из прочих видать основное что касалось воды это два унитаза датчик влажности у инспектора показал что под двумя унитазами находится влажность и какая-то часть пола тоже влажная поэтому вызвали меня чтобы я переустановил эти унитазы заново на новые прокладки чтоб там все почистил посмотрел ну как положено сделал дабы потом не возникло никаких уже вопросов а люди которые будут покупать у них будут фотографии у них будет полный так сказать наглядная экспонат что здесь с этими унитазами все сделано уже было и мне за что переживать ну и вот в этом городе есть паром так называемая фэри по-английски вот верить написано turn to ferry line но мне на фэри не надо у меня свободный проезд а те кто на паром вот они стоят в правом ряду и ждут когда там где-то на пароме подвинется линия и они все станут в ту линию где уже заезжают на паром а сейчас ну суббота ребята суббота все хотят куда-то поехать на какой-то остров отдохнуть просто полюбоваться океаном это залив соленый с океана поэтому вот многие на выходные естественно выезжают отдохнуть и вот сейчас чтобы попасть на паром это немножко проблематично нужно постоять в очереди с правой стороны а это очередь она длится но я вот буду ехать обратно я вам покажу сколько эта очередь длится она несколько миль то есть я думаю километра три очередь из машин справа отведена специальная линия для ожидания она занимается только теми машинами которые на паром встают вот подъезжаем к этому к портовому райончику этого макалтио какое-то здание с левой стороны строится новое раньше не было и вот там вдалеке стоит сам этот корабль паром и всех туда едут но мы тоже поедем посмотрим что там как и чему вот видите это очередь кто-то вот решил вписаться сбоку на паром не хотят пускать ну конечно пусть откуда же денутся ну а мы проезжаем просто прямо нам паромная не нужно вот это въезд на саму паромную линию здесь терминал где вы платите за проезд на пароме ну и дальше там все вон стоят уже в три в четыре линии сверху ожидают когда откроются ворота самого парома и они начнут заезжать на корабль замечательная сегодня погодка для таких вот путешествий вот там видите въезд уже на сам паром мы сейчас объедем на этой парковке я естественно покажу вам если поехать вот по той стороне по дороге то там можно приехать вот туда далеко к тому крану там есть пляж длиннющий пляж пожалуйста себе отдыхайте можно здесь запарковаться и можно здесь прямо к океану выйти никаких проблем я вот сейчас просто заглушу машину здесь и выйдем подышим свежим воздухом хоть тут и написано что ноу-паркинг но мы же тут не бросаем машину правильно а просто остановились вот такой у нас паромчик но таких паромов очень много по всему заливу по всему вот этому пьюджет sound как он называется с каждого города есть в любое направление паром на любой остров и даже не на остров там вот допустим есть этот паром в бремертон то есть это очень далеко если отсюда выехать часа два два с половиной займет а на пароме будет всего может быть за час ну и давайте пейзажи к вам покажу это все залив ребята это соленая вода она сюда прямо с океана приходит между канадой и между америкой там есть проход такой очень широкий вот она сюда затекает но вот это сам пляж как я говорю можно себе вот туда дальше проехать и там расположиться и весь день отдыхать абсолютно бесплатно за это денег не берут ракушки морские звезды все это здесь можно находить ну ладенько поехали у кого-то вот домики прямо над заливом на бугорке я думаю замечательный там вид ну и цена у них тоже замечательная на это жилье чтобы любоваться каждый день такими пейзажами для тех кто приходит сюда отдыхать с собаками вот такая стоит корзинка что ли с пакетами это пакеты бесплатно для ваших питомцев соберите будьте добры после него и в мусорный ящик вот стоят эти машины сейчас три ряда на терминал где они платят за проезд на этом вот пароме ну что друзья я выезжаю отсюда с паромной переправы и сейчас вы увидите какая же вот эта линия здесь в начале два 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 они Продолжение следует... 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 но у меня то есть конечно чем заняться но все равно когда есть работа это хорошо и при любой возможности нужно ее использовать всем кто смотрел спасибо давайте всех выходных хороших настроение летнего отдыхайте пока а